Кофе черный у меня очень Один кофе или два? Зима почти позаднее, но в марте бывает морозное и снежное И видимо люди настолько жажда тепла, что даже придумали забавный праздник С первым днем масленицы всех Поздравь, родной А ты что молчишь, забыл, Саня? Тебе уже знаешь, что Саша зовут Он нам пронесет сливочки Спасибо, самое хорошее Мы еще в одну чашечку нальем и разобрем Да, мы сегодня улетаем Ты заказывал тут, нет? Да Спасибо, родная Приятного вам Спасибо А, подождите, надо выбрать Что есть? Есть, есть, там, Кашляный, кто над хрустом? Да Фруктовый салат, потом салат, капуста, огурет Потом яичница с колбасками Ага А, и блины на десерт Все-все, надо отнести Все-все-все? Да Вы видите, что с губами? Это реально, я не знаю, у меня такого никогда не было Они так отекли? Хотела море показать вам Я сама рада, что мы наконец-то сволочкой увидим Сегодня представляют Я его так жду Мам, ты по маме соскучилась? Ой, умираешь Умираешь? Нет, ну нет, конечно Слушай, ну вот его цвета, черная Во сколько нам вылетать? Маша, ты зачем сейчас? Перед завтраком Мам, все, маме плохо стало Так зачем ты, зафига? Да, я не знаю Всем привет, спасибо большое, мои родные Все, мы пошли есть Он сегодня сказал, что хочет меня проводить в аэропорт Представляете? А я хоть часа, наверное, два Доброе утро Доброе утро, вы тоже решили оставку? Мы вчера ездили к тете, она же у нас в Севастополе Поэтому... А я тоже расстроилась Видите, я встала, говорю, мама Говорю, у меня такие глаза отекся И я забыла А он сидел спокойно в пачах Оказывается, можно вот так Мы подумали, что хорошо Спасибо Это сэндвичи Ой, смотрите, сэндвичи с чемга Маму, эти к нам Спасибо, родные Эти к нам Эти к нам Нет, сейчас молока хочет Да, за сливки Да, за сливки А то мы не можем так Садись к нам Проблема Жалуйся Бьет у меня Ну ты не показывай просто На себя А вот это место у меня очень бьет Бьет, а? Бьет прямо Вот так вот Нехорошо Больно мне прям, больно Больно? Да Тебе перенервничала Да, вчера Когда вот ехали Ехали вечером Мама перенервничала За этой дороги Вчера и все Кофе, конечно, мягко сказать, грековат А что цель вичи-то не ешь Я не могу Потом удачка есть Так, ну что, хлеб убираем Одну половину Ковальчик Моё здоровье отлично А что плохо? Мамой Садишься? Мам, сказать, что нервы и стрессы Сказываются на здоровье плохо Поняла? Конечно Это я знаю Чего ты за меня волнуешься? Ой Сэндвич с семгой Обалденный, да Ну куда ты мне кладешь? Да Соленый очень? Да От души солененькая Тогда я подожду Надо фильтр убрать Вот Всем доброе утро Всем хорошего настроения А мы вчера С Машей что-то тут Смех напал Тоже Подай мне смешиво Что там Это скоро Светится больше от фосфора А И сыры много Это правда Но это хорошо Доброе утро Завтра бесплатно? Завтра бесплатно входит А потом мы езжаем Мам, как ты с тетей встретилась? Скажи Ну шикарно С Галей встретились Как будто вот знаете Мы всегда и жили вместе Не прощаюсь Ну вот Мы же ее знаем Галю-то Ну Как минимум 46 лет Ты? Я знаю Может быть даже больше Сколько? Сколько уже больше-то? Больше Больше 47 Значит Была бабушка Жива В ней приехала Сестра родная И значит Они жили там Ну она у нее гостила И приехал В общем Он на втором этаже Приехала Молоко не принято Забыл Девочки доброта Доброта Слушайте К ним на балкон Полез вор Думать второй этаж И высоко И полез И вышла Бабушка И говорит Ты куда? Я сейчас как? Говорит тебе дам Сливок нет молоко Шикарно Молоко Отлично Санечка Ну вот И значит И вторая вышла Как его Шуранит Он говорит Сам Не дождавшись Когда его огревит Прямо так Со второго этажа Выпрыгнули Я хотел что-то там украсть Что там У меня Глаза И губы Почему не поедены Вверху глаза Просто Я не знаю что это Ну мы сейчас Помажемся И у нас Обрядно Все это любимки Как Вова поживает Мамуль О больном Да? О больном Мам Пока ты будешь Хлопать с ушами Да? Прямо Съем все рыбом Маша Ты же отечешь Отечешь Ну если ты хочешь Ешь лепочку Где же Надо бы все издеваются Говорят лицо Отечу У тебя даже Маша А у тебя Не от крема Какого-то Ты кремом Мазалась на ночь Нет Маска черная Нет Но ты же ей Потом сняла ее Нет От этого не может быть Так Смотрите на меня Смотрите на глаза У нее вот это место И губы И губы отекли Размер губ просто Как будто я не знаю Но это не смешно Да Непонятно Почему Мне непонятно Это не мамина сестра Это сестра папа Моего родного Это тетя по папе А моя Помните Что приготовила Галя Расскажи Спрашивают Это такая вкуснота Значит она приготовила борщ Очень Я ее вообще Она очень вкусно готовит А вот она борщ приготовила И какие-то Рулетики С масляницы родные Да С масляницы Рулетики приготовила Из курицы Она знала Что Машка мясо не ест Из курицы Внутри Там что-то у нее было Маша что было внутри Ну в общем Внутри Начиночка И Закрытый Проткнутый Сверху Зубочистка И потом она их запекала В духовке Она знает Что Маша жареная Не ела Вообще Я вчера Галя встретила Борщом домашним Я съела Хлеб домашний Черный Селедочка С лучком С лучком И с душистым маслом Деревенским А когда Маша проснулась Она еще блинчики С яблоками Яблочки потушила сладенькие Яблочки потушила И творог Деревенский Очень вкус Творог Тоже был обалденный Наши блины шикарные И с собой дала Ну на сейчас все холодильники Мы будем доедать Очень болят глаза наверху Прям сильно болят Наш отек Это явный отек От боли Явный отек От чего не пах Надо сейчас все проанализировать Аааа Все Она вчера съела Вот такую Белушку Лука На ночь Белушку Селеночки с лучком Все Маш Вот и все Вот селедка Ааа Так я еще на ночь Тартар съел Че ты начинаешь Они вместо свежей рыбы Селеной дали Я еще жаловалась Маш А че ты тогда удивляешься А че ты удивляешься И От этой От соли У тебя все И около себя Бутылку воды Вот такую поставила Ну и все Все в порядке Но я этого ничего Это аллергия на ресницы На крем аллергия Нет Нет А кремом она не пользовалась На ночь О, нам несут еду Нет Это не нам Нет Че ты Саша Нас мурыжит Жалко что мы Галю вчера Не засняли Нашу Но она не разрешила Ведь она не разрешила Не хотела А у меня здесь нет таблеток Я же с собой ничего не брала Моя хорошая Таблетки для чего? Супрастин Ой, Санечка несет Это не супрастин Это нечего Саня, спасибо, родной Спасибо Ты нас спас Он так от души принес Смотри Не то что Хватит Ну тебе чего? А зачем так много? Я думала еще пойти разочек Кофе? Конечно Кофе 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 Наливай это от души Сема Кофе Это для понта Я пойду нальем еще кофе А я тебе налила двойной А двойной это было? Я тебе Я налила нам третий чаш И разлила пополам еще А здесь нет аптеки Мы живем в горах А тут внизу Ты че? Большой магазин в подвале Какой еще магазин Мне сказали в подвале Находится магазин Вот здесь вот Если спуститься Ну в этом же здании Находится магазин какой-то Мы просто не ходим Ни нам ничего не надо В аптеку там дадут Приятного вам полета сегодня Это да Это уж точно Спасибо Ой Вкусно как есть Да А что нам кашку несет? Ой нам еду несет очень вкусно Александр несет нам еду вкусно Так Кашку мне? Нет Она мне все другое Спасибо Кашку пока варят Варят да? Ну как все красиво Спасибо большое Приятного аппетита Я не знаю По капусте не буду Поэтому она целенькая Хорошенькая Виненая Может из-за фруктовой слады Да А кто вы из чего? Да Там бананы на нас Давай Я в кашу себя положу Давай Можно не заливать тогда еду? Они готовы уже А хорошо Потому что это я не знала Ты показал что нам Я кстати очень люблю ею Только вот кашу надо сначала Надо было сказать Чтобы уже не варили кашу Да Маша? Ой не знаю Мы сегодня вечером же к Вове Вначале за Вовой поедем Я пойду сказать Что мы не давали Что? Что не давали? Не варили уже кашу Как ты? Я хочу кашки поесть Немножечко Конечно Ой честно Я не парюсь по поводу Отеков Потому что Мне же сегодня никуда не надо Мы только с вами Но Ты имей ввиду Ты имей ввиду Что Тебе на ночь Больше никогда нельзя Ни тартар Ничего Потому что все уехали из отеля Соответственно Шведский стол Уже смысла нет готовить И нам Выдают вот так Но это даже лучше Знаете Потому что вчера все равно Такие все были Ну сидишь Отечественность Шкарно На суете Ариана Гранде Пройдет Да Конечно Пройдет Я даже вообще Не парюсь По поводу отеков Если честно Мам Высоко нам вставать надо А мы уже встали Ой Выезжать В аэропорт Сейчас узнаем Узнаем Как И сколько Примерно Вообще Если честно Я больше Ночами по этим дорогам Ездить не буду Сто процентов Израиль Привет Родные Вкусно Приготовлен Молодцы Кашка Это овсяная? Верных не разбираюсь Спасибо Правда И фруктовый салар Спасибо Приятного аппетита Спасибо Он такой хороший Да? И голос Так у него Бас Хороший голос Вова Конечно Нас придет встречать Не пить Да? Мамой Что это за каша? А чем она? Эх Какая? Колобашинка Будет Мам Она знаешь Какая Я не знаю Что за каша Да? Сейчас попробую Да Смотрите Что далее Это фрукты Это фрукты Шунка И такая Меленькая Меленькая Желтенькая Ну так хорошая Говорят, что у Саши Голос сексуальный У него такой приятный Голос Воскреском О, лабаду прическу Как у меня сделала Помнишь, я делала Такие афрокудры Под клип Останемся друзьями У меня будет каша Вкусно Очень много Маша Каша Очень вкусная Это из детства Знаете, она очень Мягкая Хорошая Ребят Хорошо, что у вас вчера Не было в машине С нами Когда мы ехали обратно Мама От страха Чуть не сошла с ума Ну Громко-каник Устали Но Я волновалась Да Я знаете Решила не сгущать краски Насчет Вовы Я подумала, что Что, надо Пацан взрослый Пора к самостоятельности Приучать Ну а что он около юбки Около моей Все время Родной Вот вы вообще Посмотрите Саня нам еще Решил блины принести Тебе нравится эта песня Останемся друзьями На память в инстаграме Конечно Ты первый раз слышишь? Ну, второй Он мне так нравится Он с таким юмором Да он юмор У вас большим юмором Другой бы сказал Все, типа Второй раз слышу Мама, ну как бы Вот знаете, ребята Вот просто посмотрите на наш стол Вот как бы Это уже не смешно Каша Яичница с колбасками Бутерброды с семгой Фруктовые салаты с капустой Вот все-таки Это, знаешь Это психология русских людей Мы слышим Что вам дать? Я говорю Все, что есть Выноси Вот вы понимаете Он очень хороший Парень очень хороший Это я честно вам говорю Очень хороший парень Второй Второй Так скромно Так, ну что, еще блинчики надо Все, даже масленица Родные Ну, я вас поздравляю С первым днем масленица Мам, вот Если ты даже есть не хочешь Пока дают бесплатно Надо шанс использовать Сэндвич Сэндвич Ну как-то Нему вынести Нужно Я его потрогала Ребята, я же сказала Что завтра Бесплатно Мам, ножички-то не дали Ольга С корицей блины С яблоком Мам, ножички-то нет Да Вы же блинчики У меня есть Я не буду Ну Маша А что ты тогда ешь? А что ты поел опять? Я не могу остановиться Хочу попробовать все Маша, так нельзя Надо поесть А то ты пробуешь И голодная Акастан Первый день приезда Весь ресепшн Полил мой эфир Поняли? Когда стаканчики-то Тут же пронесли снизу Не успела я сказать Ааа Так же так Где же стаканы под вино? Салам Говорят, парень красавчик Блины очень вкусные, но сладкие Слишком Сладкие Оль, с кем разговариваешься здесь? А? Ну, где, ну, нигде вспомни Ну, говори Говори Как нет? Ну, рассказывай, вспомни А? Ну, говори, говори Починайте Мы громче Меня когда-то посылали На 600-летие Куликовской битвы Праздник был 600-летие Куликовской битвы Мы с Витей Мы с Витей Черноморцев Такой был Баритон Роскошный Сейчас проживу, скажу Сейчас забудешь, пока живешь Мам, тебе надо сразу рассказывать Это не забудешь Что забыла? Мы жили В гостинице Москва, что ли? Прямо Маму, дай свой салатик Еще, пожалуйста, фруктовой У нас Чин-чинь, давай, договори Напротив, прям Маш, ну ты зачем ты меня так-то? Вот ты и сидишь, тоже бежишь Ну В гостинице Москва Ты прямо И на Красную площадь выходит Все вот это А ты там жила? Да Нас поселили шикарно Ты что? Это был в колонном зале Дома Союза Концерт Мы на репетицию ходили Там все Ну, дальше Анекдот-то взял Когда концерт закончился Мы с ним пришли, сидим Лену не пускали Туда Ну как Может и пустили Но они уродственники А у нас разные номера были Но я пришла в его номер Мы не могли уснуть Это так Торжественно было Мы Ля-ля-ля-ля-ля Он мне анекдот рассказывает Как говорит Мы тоже собрались Вот там В этой гостинице А, и нам позвонили Говорит Там, ну, свет горит Что-то у вас Свет горит, что у вас Ну и мы рассказали Что? Представляете, спросили Потому что Наверное, одно наше окно Единственное Там горело И выходило-то оно На красную площадь Витя мне рассказывает Анекдот Говорит, сидят Вот в гостинице Там Разговаривают двое И один говорит Вот, знаешь Знаешь, я тебе говорю Вот, ты как вспомнишь анекдот Начинай сразу рассказывать Что это история Полчаса, как ты жила на Красной площади Ёлки-палки ну я же тебе говорил что ты забудешь я же говорил мам ну что ты встреча мы сейчас все ждали пока ты расскажешь а любит это забыла а зачем ты сказал я помню начала потом решил отвлечься выпить чай кофе ну ладно считать что анекдот уже был считаю что анекдот уже был вот давайте посмеемся все дружно здорово я первый раз поняла анекдот реально на все смеют смотри все поняли твой не ждут все это до одного мам не ломай голову а тот сосед стрелял уже в одну сторону а также сейчас переду пряжешься все блины едят нормальные люди все на масле и мы уже поели а ты только вышла что дела я в шоке мама анекдот уже рассказал потрясающе ты пропустила повторишь давай еще и не вернулась надо рассказать но повтори пожалуйста и навернулась семья наш как же раз не посмеется с утра господи ужас мы по-прежнему в одной локации сидим называется вухта мечты мечтаем вот уже пятый день мечтаем только сегодня завтрак подали прямо на столах нет не надо было ходить самим новой такой стоечки набирать заказали принять машин принесите все все принесли боюсь говорить про планы потому что мама замер на обратно пойдет могу сказать что сегодня ожидается полет на теплоходе ой на самолете за полу кодеку а у кого-то то с яйцом и творожный сыр да да какой творожный сыр филадельфин филадельфин творожный сыр называется почему но за сэр сделал из него творог и намажены чем просто бутерброд доброе утро а губы то лучше становится чего нормально скажи на меня мам ты для меня так оцениваешь как будто я встаю мне 17 мне уже под тридцатник а ты все хочешь чтобы я встала и была свежа как яблоко с дерева это что начинаешь а у кого-то грузинская лепешка солянка серьезная заявка на победу да картошечка жареная зелень и сметаны завтрак завтрак независимая женщина косит картошка мой завтрак картошечка жареная это где же вы где я а вы нашли украфа ладжи не пекла небо картошечки жареный вот у кого-то кладешь там солеными а у нас хорошие мама у нас-то хорошим хороший я уже без фильтров сижу с вами жертвую своей внешностью что было хорошо ночью вода вода с бананом и че-то мало маша уже прилетели да вы че не заметили нас аж теперь дома живет маша наши халупи однокомнат еще саша не хватает маш вода с бананами лет кто-то оладушки едят у кого-то нас деревенского да мы знаем что сегодня сырнички вон едят масло деревенская вот это хорошая мастерство наверное оладушки я хочу кушать как вот ну так поешьте господи чего ждать вам вам аж вам всем приятного аппетита вообще о чем речь провода зимой провожали зиму зиму сжигаем чучело масленица а пост когда после поэтому и блины наедятся все вроде блинов мы начинаем поститься с тобой я не могу смазать его у меня булки с каши надо ли плакать его надо ли маш маш мы за столом людей много все-таки довольно так вот прям комплимент на что сделал какой иду блины и печь ну и отлично вы знаете с утра я вот как бы не поела через час лучше есть поэтому выпить кофеечку подождать уж тогда через час на лопаться но у нас есть а у меня вот блины с клубником после с 11 числа а вот сливочный сыр куда-то если сбить а вот и что такое с подливой пюрешка ой пюрешка тоже мама 10 марта прощенное воскресенье чё прощать тех будем ну машинка я очень на кого сейчас не обижаюсь но если вашу я кому-то сделал вы меня заранее простите родная это маша любит так вот кашу с фруктами машу я люблю скоро гостя на сливом и с творожком смотри-ка с мужем постятся три года уже вот так люди я люблю овсяную кашу тоже пока вот салат с языком и пирог с курицей ну это вообще когда в москву мы сегодня улетаем маш вылет 1910 пожалуйста передай привет нова пусин пусин пусину я надеюсь что вы будете нас все поддерживать потому что из аэропорта я скорее всего не смогу выйти на связь из-за того что очень много денег с меня сняли уже здесь и я вот только по вай фай общаюсь с утра ужин велосипеде покатались люди а я пойду спортзал сейчас собственно говоря на беговую дорожку ненадолго ты думаешь надо ли а надо ли что-то сегодня стас массажист мне написал в утра сердце большое поставил как ты думаешь к чему это у него большой сердце очень хорошая это он собой не последний он такой вот не испорченный классный парень и главное я очень рада что моя сестра юленька на протяжении не за 10 лет искала массажиста и она как маш скажи как тебе стас игроки хорошие вот он к ней пришел на это мне очень понравился очень да а бассейн у нас купальников нет и я вчера спросила можно ли купить купальники у вас нет купальники не продаются и как мы забыли марш а сейчас бы бассейн соленой водой то там мы пойдем без купальника нет там и вчера было очень много я видела люди ходили мужчины ходимом всех а я скажу знать со мной идут сейчас тысячи человек нет я не более для чего их разминать и мам у меня глаза как у свиньи маленький столь да нет маш на машке чуть свинью обижаешь у них хороший как я не обижаю все нибудь сейчас вот свиньи я на нее немного похожи вот так валентина родная поздравляю тебя от души обожаем вас с днем рождения ты счастливый человек потому что ты в инсте с у нас это раз во вторых я просто желаю быть счастливой ни о чем не париться и жить в кайф потому что жизнь она очень короткая на самом деле я желаю тебе не знать что такое депрессия потому что в первую очередь она только в нашей голове как и все заболевания поэтому будь счастлива кто-то овощное ест шаурму тоже такое бывает мама я пойду кофеечко нальем раз молоко осталось надо еще надо сидеть я пойду а чё налью я налью капучино пойду поухаживаю капучино нет машинка у них закончится челюсти ломаешь мою я за капучино и долоните а молочко есть машки налейте нет я не хочу вот а вот этот для ли тебе на чё не знаю мне этот кисель они будут кисель пойду за кофе пускай так что пишите фаршимаш пошла за кофе сразу говорю я не на фигату все все не уезжай а москве когда будем ойте смотрите сердечки какие красивые маша но мы конечно только проснулись и сразу пошли вот сюда 12 марта как там погода поздно шикарная погода на только конечно купаться вы не будете просто гулять будете в крыму крыму я очень люблю крым очень особенно севастополь я сюда ездила ну лет 35 точно ездила подряд каждый год отдыхать там очень люблю знаете где я люблю сейчас парк победы обожаю бучку и вку ездили в парк победы омега когда сереженька был маленький мы ездили в омегу а там такой пляж идешь идешь и и знаете был такой случай жуткий один раз женщина говорит вы не посетите с моим ребенком я переоденусь вот сейчас в раздевалке пошла переодеваться я говорю конечно и сижу я знаете я если мне доверили ребенку но тут я вообще не секунду конечно не потом я говорю а теперь вы вроде бы а теперь битвы и вот я захожу в раздевалку выхожу моего серёжа нет я хочу тюмом не тронулась а он такой у меня господи красавец такой я стала смотреть смотрю это женщины где-то вот только был вот нельзя во первых нельзя доверять потому что украсть смогут это вообще не дай бог и короче он сидел играл в песочнице где-то там рядом на песочке взял у кого-то игрушечки но никогда больше я ему ни с кем не оставляла своего сына никогда никогда не оставляйте вот вам скажут смотрите за моим ребенком а потом я за вашим никогда берите с собой в раздевалку в следующий раз в раздевалку вот какая глупая была господи ужас сейчас другие мамаши они не оставили бы наверно вот я предупреждаю вас заранее правильно да да вы вот на моем опыте хотя бы ой спасибо дорогие но видите какая мама овца просто была просто овца я вот сейчас как вспоминаю ужас был там еще случаи какой-то был жуткий как дела ой ну опять не хочу вы хорошие хотя бы номера то знаете какой тоже был один тут они поссорились не ругаются и ругаются а тот ему и говорит ну один году что в тебя нет что а я бы желаю что тебя все время звонил 0 1 0 2 0 3 поэтому это хорошо привет чебоксар привет вам дорогие сейчас машу машу поймали за столом какие-то люди разговаривали с ней волшскому привет волшскому да вот растение вырастила представляете одни то я совершенно прям залила полностью думаю как раз они за три дня не выдохнется водичка хотела отнести свой полосатик вот это у меня прямо сердце болит конечно он наверное вот очень жалко привет сахалина привет вы так далеко одессе в одессе хотелось побывать и песни знаю про одесса ну вот знаете что это вот спокойствие приходится старости ну к возрасту с чувашей привет а так ой какие вы цветы прислали как красиво сердечки смотрится желтая сиреневым обалдеть и почему в директ надо посмотреть да я давно я посмотрю обязательно да я берегу мою доченьку да нет я думаю засохнет полосатик а там уже чё-то появлялась у меня знаете на стабелечке нижний привет нижние нижние обожаем очень у меня там сестра замуж уходила в нижнем у нее там жили свекры и там голланд живет вообще гений гений просто с башкирии привет да и ну как его взять как его взять рядом квартире что ли рядом да я хотела забыла снести просто ой я очень рада вы знаете почему то что я настолько до ярославля привет и ой сердечки огромный спасибо не спела скорее на привет и сказать уважаемые господа я не дошла за кофе вам я уже сказал спроси кому кофе кому черный кому какой привет из киева баклажаны не любит сквозняков какие-то сквозняки я вообще перестала окно открывать прямо задыхались от это спасибо вот маша сейчас пошла за кофе сейчас придет через секунду просто ее за соседним столиком метро бы встретились на щукинской хорошо встретимся привет из москвы москва привет москва москва лучший город в мире я считаю лучший можно конечно где-то побывать кто-то там мечтает поехать посмотреть лос-анджелес нью-йорк нет но я бы тоже не против если не летать как антикосмическая ракета была бы такая безопасная раз и через пять минут там я бы тоже конечно хотелось бы у меня в нью-йорке кстати такой друг погнессинки живет это мои были друзья замечательные на счастье маша скажу меня зовут одесса одесса как все чувствуете здоровье вам и вам в тройне всем всем здоровья котельники ой слушать а почему котельники я кстати все время езжу в котельнике туда приезжаю и сажусь там на автобус котельника маша 5 тот пойман вот маша пишут пишут и я не могу еще видео поздравление посмотрите обязательно вы знаете мне иногда пишут и не посылают мои же фотографии вот ну вот в директ мои фотографии пришли иногда еще че-то тети что дарили подарили так ну секрет котельники привел во сколько много много идите познакомьтесь с нами раз уж мы здесь я сейчас вас познакомлю расскажите кто у нас новый человек студии всем привет я кто я просто сейчас сказал а я не запомнила ну рассказываю меня зовут евгений фамилия моя береза подожди кто ты я здесь все пропустила тренер нет я у меня черный пояс по карате да не одна девочка сказала я вел тренировки она говорит вы не выиграет кто я говорю тренер она так подумал 11 лет девочки на неправда почему неправда вы не тренеры смысле тренировать но тренер не такой прям раз меня заинтриговал вопрос игрок какой тренер она говорит тренер должен быть толстый в спортивном костюме а подожди ладно а еще кто-то это еще чуть назвал ну но не скромничай ну подожди ты еще нет но я дома оставил я же не на шуху не хожу меня есть воспитанники чемпионы мира по кикбоксингу это когда больше чемпионами у меня нет нет у меня девочка живет она германия двукратно чемпионка мира но не суть потом я начал заниматься оздоровительным направлением о это уже интереснее это интересно да и я запатентовал авторскую методику по растяжке мышц шеи у людей реально сейчас понимаете на маме на лицо просто я подвесла мама аппетит от страха проснулся сегодня сегодня сейчас мама покушает маша покушает и мы пойдем вместе ну еще пауза пройдет минут 30 да и пойдем шею потянем я вас научу у вас сама буду вы мне не будете тянуть руками я вас научу я могу даже вас не трогать руками вы все все потянете и потом вы будете говорить как мы без этого жили так все ребят я вас мы идем с эфиром мы с эфиром ну конец я только плед мы не так сделаем мы потянем а потом они вам все расскажем нет раскрывать ее не раскрывать если хотите ее можно можно приобрести можно меня как бы все понятно спасибо большое нет на самом деле есть люди у которых реально большие проблемы болит голова болит шея у меня дуэт на ответ с вас конфетка как говорят наши дети у меня постоянно на мигрень стала потому что почему тебя спросил знаешь потому что скрипка у тебя вот эта часть перегружена но если 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 трапеция перегружена значит где-то пережатые сосуды значит питание в мозг не поступает что нужно сделать нужно растянуть мышцы ты ходишь на массаж воротниковую зону тебе ну да но когда мы приезжали хорошо какое-то время нормально а потом опять какое-то время нормально потом опять пока выгодит в глубину проблемы не решите вы не растяните мышцы в глубине потому что они у вас укоротились ну нагрузка напряжение психосоматика я могу сказать я схожу а потом я вам все покажу так нет ее можно будет купить если кому интересно можно будет купить вот но смысл следующий вы на клеточном уровне я только что шла мимо стола просто мимо поздоровалась маша здравствуй садись раздевайся ложись короче мне сейчас я тебе расскажу я думаю сейчас опять будут впаривать что-то а тут реально серьезный человек сидит нет я просто жень ты из москвы я из москвы я почему я тренирую уже 20 лет мне нужно человека только посмотреть и узнать род профессии я вам скажу где у вас болит сто процентов скажу а у мамы че болит ну мамы поясничный отдел будет точно болеть сто процентов может спина может точки и средний отдел вот здесь вот этот самый больной он правильно сказал где самый больной увидели показал посередине лопаток у мамы будет такое ощущение как будто и какой-то гвоздь воткнули он там торчит вот смысл следующий у меня было очень много спорта потом я начал тренировать людей после инфарктов и после инсультов не стало интересно и когда человека поднимаешь ну так интересно было дать когда кич приходит человек это у меня был инфаркт игру классно пошли тренироваться не раздруга с позитивом зато подходишь нет но человека жилищная проблема ладно ты когда воспитал чемпиона он был здоровый же чемпион пришел тренироваться парень а ты а ты возьми а ты возьми человека который больной у него реальные проблемы со здоровьем да и сделай его здоровым вот это кубок вот это чемпионат а сколько тебя прием стоит вот спрашивает 100 евро все 7000 а сколько по времени прием часовой часовой да а если грыжи что делать закачивать грыжа если поясничный отдел грыжа чаще всего грыжа поясничный отдел это у меня отзывы на канале посмотрите просто на слушание не нужно ничего делать не подойти скажи пожалуйста что делать с этой грыжи сделать закачивать поясничный отдел позвоночника есть такое упражнение называется hyper ekstensia и у меня на канале есть профессор ну я его лечил так скажем когда пришел он должен до профессора он пришел он говорит я ищу там милан париж лекции читаю честь деклофинак ему каждый день Каждый день. Я говорю, вы что издеваетесь над собой, что ли? Он говорит, ну а что я сделаю? Я ему говорю, гиперэкстензия. Он говорит, ну, я говорю, вам сколько сказали? Три по двадцать делать, да? Обычно приходишь в тренажер, тебе говорят, три по двадцать подъемов. Он говорит, ну да, я говорю, 300. Представляете, человек вылечивает от инфаркта на дневнике. 300. 300 гиперэкстензия 300 раз. 300. Но это не за один подход, конечно, и не за один день. Это такой план, который вы должны себе сделать. Как канал называется? Кикбоксинг, нижнее подчеркивание, мозгл. А, понял. Кикбоксинг, нижнее подчеркивание, мозгл. Заходите, смотрите, интересуйтесь. Сейчас там много отзывов. Я веду тренировки с детками, я веду персональные тренировки. Очень люблю выезды. Почему? Потому что бывает, приезжаешь, человек говорит, я столько денег отдал за диагностику. Я не знаю, что происходит. Я персонально веду, тонометр повесил. Высоченное давление. Высоченное давление. Я просто веду тренировку мягко. Да, давление снижается. Я провел тренировку, мы меряем давление, давление в норме. Он говорит, я в Корее был, мне объяснить не могли, что со мной. Сказали, ты здоров. А что с ним было в итоге? Ну, он зажат. Тише. Перегрузил, соответственность большая. Психосоматика, он себя придавил. Он сам своими мыслями зажал свои мышцы, ему плохо. Поняла? Маша, ты своими мыслями зажимаешь башку. Конечно. Она голову не может отпустить. Конечно. Она все время думает, все время работает, впалывает. Нет, это отдельный разговор. Что делать? Это больше раздел психологии такой. Я могу еще энергетикой работать. Вот это вот мне больше надо. Вы знаете, какие люди все-таки на вашем пути встречаются? Все замечательные люди просто. Ну, мир так устроен, что вы получаете по потребностям. У тебя была потребность, болела голова. Господь сделал так, чтобы мы с тобой познакомились. Ну, это не шутки, это так и есть. Так, все поняли. Короче, встречаемся. Я вам не мешаю, вы общаетесь? Нет, нет, мы с удовольствием. Я вообще, естественно, очень рада. Да, очень рада, что ты. Ты что-то задумалась так сильно. Да. Подвисла. Я просто на тебя посмотрела. Это же надо. Да, мне интересно. Просто. Короче, ну... Почему ты не хочешь в эфире сделать? Случайности не случайно. Я просто знаю, что нужно в эфире сделать. Все, вы сделаете вдвоем. Причем держать? Да нет, я просто поставлю. Мне просто хочется, чтобы люди видели мои. Нет, без проблем. Я могу несколько упражнений показать. Вы попробуйте с нами сделать. Попробуйте почувствовать. Я расскажу все принципы. У меня есть книжки. Две книжки я написал. Первая книжка называется «Теория растяжки». Я вот все выжимки за... Блин. Это ваша супруга, да? Да, это моя супруга. Видео сделает. Видите, вот супруга, покажи. Тише. Нет, подожди, пусть покажет. Вот смотрите, да? Сколько мне лет, Маша? Я не знаю. Мне 45. Да? Да, мне 45. Вот смотрите. Видно? Да. Подождите. Что это было? Мама, надо не сделать. Нормально, нормально. Да я и не сделаю. Смотри, я и не могу дотянуться даже. Двигаемся. А теперь двигайтесь. Мама, сейчас. Давай. Мать не сломается. Снимайте. Вот смотрите. Видите, я не могу достать. А вот здесь плечо зажато. Вот здесь. Вот здесь натяжение идет. Чувствуете, да? Да? Ну и что, не надо? Нет. Выточнили, так вот. Все, теперь держитесь. А потом еще надо голову вот сюда просунуть. Вот сюда голову. Это то, что сделал я. Видно, да, Маша? Вот как бы голову просунули. Охренеть. Мам. Мама не может. Это надо постепенно молодец. Ну смотрите дальше. Да тише. Второе упражнение. Маша, смотри. Мам, не отликай. Вот это кстати всем. Всем. Вот хлопок выделите сзади. Ну. А что нужно этот хлопок сделать за головой? Смотрите. Мам, ну ты-то не помри у меня здесь. Мам, ну встань. Обычно делают хлопок за попой. Вот смотрите, видно, в районе спины. Да, в районе попой. А должно быть в районе головы. О чем это говорит? Вот эти мышцы не растянутые. Ой, блин. А теперь? Позвоночек заболел. Нет, мы же сейчас про гибкость и про здоровье. Да. А теперь смотрите дальше. Без растяжки. Маша, ну-ка вниз опусти меня. Маша, опусти вниз. Подожди. Сейчас вниз. Вниз тебя опущу. Бля. А теперь? Ну не надо так. Ну не надо так. Ну что ты начинаешь? Ну не травмируй моих подписчиков. Ну у меня люди-то все простые. Ну родной, ну ты что? Ну золотой мой. Маша, посмотри, ребенок его как. Давай, покажи. Смотри. Ах ты, казак. Поперечный шпагат. Давай, покажи всем. Давай. А теперь вставай. Моя ты звездочка. Вот так. Слушай, а какое упражнение это головокружение? Есть какое-то? А головокружение почему происходит? Потому что питания нет. В голову к ней приходит еда. Кислород в голову не доходит. Могли нечего кушать. Он функцию выключает, как выключателями. Ага. Когда ты растянешь мышцы шеи, питание придет, он все обратно включит и все будет хорошо. После одной тренировки... Сложные нам дали упражнения. Нет, нет, абсолютно простые упражнения. Но не по силам нашим. Надо попросить. Что-то. Нет, вот это что ли? Это как-то... Все сложно. Нет, шпагат это не одно... Ну, он не сложный. Он просто его время нужно уделить. Его надо полюбить. Это сложно полюбить то, что ты не знаешь, да? Его нужно понять. А вот шею нужно полюбить, и вы поймете, и сами будете делать. Короче, очень все сложно. Здорово, знаете, здорово она, здорово. Мам, пару слов. Да вот покажи супругу тренера. Она, кстати, тоже в прошлом тренере. Тоже в прошлом тренере, ныне свадебная фея. Вот дети. Супруга свадебная организация. Что, пойдемте по шею потянем? Нет, попозже. Я не готова после этого. У себя не готова. Ты вообще не ела, скажи, пожалуйста. Я салат фруктовый слух от того, что я вот так сделала. Нет, конечно. Я сегодня, когда я... А? Костюм классный, прикокажем. Да, это машина. Все машина. Вот смотрите, ко мне приходит женщина после инсульта. А там вот можно такой его реабилитет. Он такой же, да? История из жизни. Приходит женщина, очень большой бизнесмен. 62 года. После инсульта боится наступать на правую ногу. Прямо садится в машину, в ногу. Березом Каме. Болется, да? Да. Я тренируюсь с ней 3 месяца. И все. Мир вон садится. Потом я уезжаю в Москву и отдаю ее другому тренеру. Говорю, вы ее оттестируете? Ну, чтобы знать. И не говорю диагноз. Ее оттестируют по полной, час. Но эта женщина мне еще сказала, мне нужно будет через 3 месяца ехать в Индию и вокруг горы 60 километров идти. За двое или трое суток. Представляете, какую задачу мне как тренеру? Это как Олимпиада. Ей 62 года на тот момент. Я ее отправляю через 3 месяца другому тренеру. Она час или полтора тестирует. Говорит, идеально. Ничего не вижу. А что было? Был микроинсульт. Офигеть. Был микроинсульт. Поэтому, когда мы говорим, мы чего-то боимся, еще что-то. Мы чаще всего что-то не знаем. Вкратце, моя личная история. В 19 лет я становлюсь чемпионом страны по карате. В 19 лет. И в 19 лет я заболеваю менингитом. Да, я болел менингитом сирозным. Когда пришел доктор, он сказал, первое, вам повезло, вы в армию не пойдете. Ну, типа такой пресс у вас, да? А второе плохое, у вас менингит. И он сказал, спортом заниматься нельзя. На что первая мысль, которая мне пришла в голову, я тебе не верю. Через 4 года я выступал. Через 4 года я привез 2 медали с чемпионата страны по карате. И за 4 года я восстановился. Сейчас уже больше 20 лет, как я сам переболел. И я смотрю на это дело, и я понимаю, что человек может заниматься всегда. Какая бы болезнь у него не была, какая бы проблема у него не была. Какая бы... Да, абсолютно. Абсолютно нет людей, которым нельзя заниматься. Ой, все, все поняли. Так, ребят, уважаемые дамы и господа. Пусть пока что... Короче, я иду наверх. Александр, ты куда смотришь ввысь? Кто там? Кто там? Прокомментируй ситуацию родной. Билан. Ты поклонник Билана? Я. Да он там его жалеет. А что с ним? Вот, смотри, подруга. Арбузова. Что же, как же, вкусно покушали? Ты просто специально подал все, что было, да? Нет. Не, ну по-братски. По-братски, смотрите на него. Что, как жизнь? Очень хорошо. У тебя уж все узнаются. Да? Да. Хайпанул. Минута до конца эфира осталась. Что делать? Минута до конца эфира. Ребят. Саня хороший, Санечка. Да, Саня у нас золотой пацан. Смотрите, кому пишет, стоит в тихую. В тихую. Саша приятно. Саша очень хороший. Саня очень хороший. Он пошел на суете. Смотрите. Побежал, побежал. Побежал, быстро. На суете. Морец у него. Минута осталась до конца эфира. Просили передать, что ты хороший пацан, Сань. Веришь, нет? Верит. Мамочку спасай. Да, сейчас пойду заберу. Верит.